Интервью Виктора Бута из американской тюрьмы. Оружейный барон, торговец смертью. Так называют россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме. Москва же считает его политзаключенным, а дело против него необоснованным и изначально предвзятым. Виктор Бут не признал обвинений и назвал их ложью, однако суд решил иначе и приговорил его к 25-му годам лишения свободы. Россиянина обвинили по четырем пунктам, преступный сговор с целью убийства граждан США, преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на госслужбе, преступный сговор с целью приобретения и продажи переносных зенитных ракетных комплексов, ПЗРК, преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам. Он отбыл почти треть назначенного срока, и недавно согласился побеседовать с журналистами прямо из тюрьмы и по телефону. Ваше дело изначально политизировано. К вам относятся иначе, чем к другим. Конечно. По какой-то причине в Федеральном бюро тюрем США решили, что я вхожу в какую-то группу особого риска. Поэтому в отношении моей электронной обычной переписки действует особый порядок. То есть я обычный заключенный, но под очень строгим наблюдением и контролем. Вы называете себя политзаключенным. Что вы имеете в виду? Я на 100% попадаю под определение политзаключенного. Я здесь из-за своего гражданства и отказа сотрудничать с этой страной. Я ничего не совершал и буду отстаивать свою невиновность. Мне кажется, что суд надо мной был своего рода экспериментом с целью выяснить, насколько можно притеснять россиян. Я на 100% попадаю под определение политзаключенного. Я здесь из-за своего гражданства и отказа сотрудничать с этой страной. Я ничего не совершал и буду отстаивать свою невиновность. Мне кажется, что суд надо мной был своего рода экспериментом с целью выяснить, насколько можно притеснять россиян. Не забыли журналисты спросить о встрече Виктора Бута с женой и дочерью, которая произошла в тюрьме в первый раз. До этого 7 лет им не давали увидеться. Благодаря усилиям российского посольства им даже дали право на дополнительные визиты, за что я очень признателен. Это здорово. Еще один вопрос касался других россиян, которых задерживали в третьих странах и доставляли в США, чтобы отправить их в американские тюрьмы. Журналист попросил Бута объяснить, почему действительно его и других граждан России преследуют власти США. Америка просто старается получить как можно больше рычагов давления на Россию. Самый последний и наиболее вопиющий случай – арест в Италии коммерческого директора российской государственной двигателестроительной компании. Похоже на возвращение в Средневековье, когда среднеземноморские пираты с побережья Алжира и Туниса похищали людей и ждали, когда за них предложат выкуп. Также Виктора Бута спросили и о вариантах сделки со следствием, которые ему предлагали. Предложения поступали во время досудебных слушаний и судебного процесса. Через адвоката по назначению, мне намекнули, мы предоставим вид на жительство в США тебе и твоей семье, и поможем вам здесь устроиться в обмен на компрометирующие сведения о Путине и коррумпирующих режимах. Я ответил, что такой информации о Путине у меня нет и быть не может. И сказал, что эту сделку предложили не тому человеку, поэтому меня и судили. Дальше журналист поинтересовался Бута, есть ли у него надежда выйти на свободу раньше 25-летнего срока. Никогда не знаешь чего ожидать, особенно при нынешнем политическом климате в США. Сначала многое должно случиться. Уверен, что что-то готовится и скоро произойдет, в том числе и со мной. Виктор Бут довольно жестко и последовательно критикует правовую систему США, и утверждает, что ее используют против граждан России. Он указывает на механизм так называемого закона о сговоре, который позволяет сажать людей в тюрьму не за совершенные преступления, а за неосторожные высказывания в общении с агентами под прикрытием. Бут сообщил, что он не единственный политзаключенный в США, и что усилия российского посольства несомненно улучшили его положение. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.